Дорогие и уважаемые зрители, с вами доктор Константин У нас сегодня очень интересная тема видео урока Потеря жизненного интереса у человека Кто-то скажет, ну это апатия, это депрессия Ничего нового нам не раскроете Вы знаете, может я вам ничего нового не раскрою Но потеря жизненного интереса у человека всегда возникает тогда Когда он достиг какого-то уровня своего назначенного Вот сейчас там модно, там люди развиваются Ставят перед собой цели, к ним идут, достигают Но человечество забывает, что вообще-то у нас жизнь не в одной ипостаси Только достижение чего-то, чего-то, чего-то Но это еще самопознание того, чего мы познать не можем Почему я сказал две ипостаси? Потому что у нас есть две жизни Это общественная мы на людях, либо там в фильме, либо там в своем деле работа И своя личная жизнь с Богом-творцом, духовный уровень Вот вам эти две ипостаси всегда сопровождают человека И в одной, конечно же, на одном уровне общественным человеком достигают какого-то уровня А на другом уровне духовном он ничего не достигает И вот здесь начинается потеря жизненного интереса Почему? Потому что не влаживает человек все свои силы в познании, либо в самопознании, в саморазвитии себя Особенно в познании Творца Бога Легче-то материального достичь И вот здесь начинаются очень огромные разочарования Почему? Потому что, вы знаете, в обществе можно обмануть лицемером выступить А в общении с Творцом Богом в духовности ты лицемером уже не выступишь Там уже нужна искренность, сердечность Там уже, скажем так, нужны другие цели, которые человек должен ставить и к ним идти Понятно, да? И за это отвечает у нас культурный центр «Желчный пузырь» Помните, это элемент дерева С него все начинается В желчном пузыре зарождается наша с вами культура Которую мы проносим на протяжении всего жизненного пути И вот когда культура зародилась Печень одухотворяет эту культуру Вот вам, пожалуйста Эта вся энергетика передается по следующим элементам Вот что здесь зародилось Здесь все воспроизвелось Понятно, да? А вот теперь вы себе задаете вопрос Почему у вас потеря Пошла, скажем так, жизненного интереса? Может, вы свой дар уже познали? А может, вы его не еще глубоко познали? Может, у вас, скажем так, саморазвитие где-то остановилось И вы не можете пройти тот или иной уровень Потому что у вас ваши амбиции, гордыня, отсутствие культуры Начинает порождать в вас этакое несогласие, сопротивление Которое вы не можете пройти, либо переступить, либо познать В этом всем, скажем так, участвует Меридиан желчного пузыря Только не надо списывать все на меридиан желчного пузыря Мы говорим сейчас о тонкой энергетической ветре Которую вы, может быть, плохо где-то выставили Потому что, помните, культура – это есть познание Понятно, да? Но культура – это еще является самопознание, саморазвитие А вы же поймите, когда человек саморазвивается И ему никто диплом о высшем образовании не выпишет Да, и медальку на грудь не повесит И грамотку тоже самое не вручит Почему? Потому что это очень колоссальный, титанический, монотонный труд Здесь, к слову, монотонный, ключевой И не каждый эту монотонность готов пронести, готов терпеть Терпит, 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 а потом срывается Потому что это называется самовоспитание, самопознание себя В этом участвует огромная роль желчного пузыря Но на тонком энергетическом, духовном уровне И на физическом уровне И точка ВБ-37 Гуан-Мин является точкой Которая может приоткрыть, скажем так, человека То есть убрать эту апатию, депрессию Убрать вот это вот, скажем так Человек разочарован в чем-то А в жизни очень много людей разочарованы Вот, поверьте Особенно первое разочарование людей в людях Разочарование в обществе А потом уже это все самопичевание переходит на самого себя Человек начинает себя уничтожать Что бы это ни было, человек должен развиваться на тонком духовном уровне А потом на общественном У нас все наоборот Человек сначала на общественном развивается А тонкий духовный уровень, ну, это верю, не верю Поэтому данная точка ВБ-37 Гуан-Мин тонизируется Только не надо списывать все на данную точку Помните, данная точка помогает вам в вашей стремлении Возродить этот жизненный интерес Но это опять новые миры, которые вы должны познавать А не, скажем так, поставил цель А, ну я это знаю Нет, это познается И после познания чего-то Следующий этап, следующий этап Этот этап называется наша с вами жизнь Спасибо за внимание Продолжение следует...